Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Вот и подошёл к концу март, и пришла пора подвести его рукодельные итоги. Делаю я это традиционно и складываю в плейлист мой такой-то рукодельный год. Буду стараться говорить медленнее. Мне тут написали, что я тренды чму, и за это зрительница отписывается. Я хотела было ей броситься написать, что там есть колёсико, можно нажать, речь побыстрее, помедленнее, потому что, что я медленно говорю, мне тоже пишут очень часто. Но не стало. Отписался человек, я поблагодарил, что был со мной какое-то время. Так что, если я так буду, буду возвращаться. Самоконтроль буду включать. Самоконтроль. Итак, итоги марта. Они прекрасны. Я говорю, связан петель, связан рядок, значит прекрасно. А тут такое. Начну с крупноготовых плечевых изделий. И чувствуется, а гребу опять куча комментариев. Девочки, все, кто захочет написать, что ни к силу, ни к городу, не тут так, что мне написали, перебор, нелепица, окажется и всё, и всё. Вот, я всё это знаю. И с перебором, и с нелепицей. В общем, перебор – дело такое субъективное. Объективное. Это, значит, кому что-то пере… для кого-то это может быть не, да. Пуговицы подходят, не подходят. Найду другие, перешью. Мне нужно кардиганчик отдать племяшке. Она его возвернёт. Ну, хочется надеяться. Молодишь, молодишь. Ведь хочется что-то там как-то. Вот. И остановились мы на пуговках. Во влогах мы с вами ходили по магазинам, покупали те, не те, да. Несмотря на то, что пуговцы сейчас их не взяла, очень сильно и по цвету подходят лучше к этим другого цвета. Всё-таки вот эти дракони, да, видите, здесь он дракон когти оставил. Он так – вот это всё. Вот эти брутальные дракони. В общем-то, я отдам с ними. Причём, какой-то мы зелёной вечеринке подоспели. Я не знаю там, что у них за… Но. Лепица, не лепица, да. Лепица у меня полный шкафчик, а не лепицу хочется. Поэтому впредь у меня тоже, ещё, надеюсь, будут не лепицы. Зато заявок уже на это не лепится я не вижу. И племянница, говорю, не соглашайся. Она говорит, ну, на всякий случай, она своя преподружка, мне звонит. Тётя Таня, вот тут просят. Всего два кардиганчика. Ну, и хотя бы два кардиганчика. Нет, я не хочу. Заказ – это что-то сразу такое, ну, как-то обязывающее, что ли. Сейчас покажу поближе. Значит, это кардиган. Он называется Дракоша. Значит, он был в январе. Ещё ёлочки стояли, ещё прям вот Новый год, Новый год. Я в честь года Дракона начала кардиган из зелёной пряжи. Пряжа называется… А я ж всё убрала. А я ж всё убрала. Пряжа называется Бархатный Махер. И так как мы с вами вязали вместе этот кардиган, прям есть отдельный ролик на спинку, есть отдельный ролик на полочке и есть отдельный ролик на рукав. Второй рукав связан абсолютно так же, только немножко по-другому расположились узоры. Ага, вот уже, видите, хотела до рукавов дойти чуть позже. А они уже свелькают! Пуговицы на рукавах. Значит, всё это есть на канале совсем недавно. И в каждом ролике, где я рассказываю поэтапно, как вязать, кто-то любит вот связанные вещи с неё начать и рассказывать, как вязать. Кто-то Таня, давайте спинку связали, расскажите. Это, конечно, ну, я предупреждаю, что спинку-то я связала, я вам расскажу. Ну, будет готова вещь или не готова. В общем-то, одни предпочитают так, другие ругают. Зачем нам спинка? Нам нужно… Ну, готовы, где вам готовы? Это же ещё только в моей голове. В общем, всем не угодишь. Это даже уже я и не стремлюсь. И потом у меня посетила мысль в изнаночных окошечках… Вот есть здесь окошечки лицевой, глазю, путанки. Чем ещё? Дорожки, звёздочки. Лицевая, изнаночная, звёздочки, путанка. Почему-то в изнаночной не спрашивайте, почему я хотела пришить зелёненький пуговиц. Зелёненьких пуговиц мелких у меня много, очень много. Мне когда-то Алёнушка Абель… Алёна, привет, если смотришь. Да, правда, там по кёльням разъезжаешь, сонечка, встречаешься. Молодцы, молодцы. Я смотрю с огромным удовольствием. А ту насочную коробочку, которую ты показала, это вообще упасть и не стать. Наши насочные коробочки рядом не стояли. Такой, знаете, куб прозрачный. Я не знаю, там срос человеческий. Там вот это вот носочная. Так, я отвлеклась. И, значит, оранжевые пуговицы я, можно сказать, извязала абсолютно все. У меня сейчас проблемы с монтажом. Я бы сейчас вставляла те носки, куда мелкие оранжевые пуговицы. Там ещё мешочек зелёных пуговиц был, мешочек жёлто-оранжевых и мешочек таких синеньких. И у меня оранжевые мелкие нет, они ещё остались. Но, например, мешочек, в полном смысле слова, с ладошкой, наверное. А вот эти зелёненькие ждали сколько? Два, три, нормально. Ой, я уже не помню, но много лет его дождались, а не дракона. Я подобрала. Одинаковых пуговиц нет. Они все пуговицы разные, абсолютно разные все пуговицы. И набрав такой увесистый мешочек этой мелочи, у меня ещё остались, знаете, с синим оттенком. Немножко такие зелёные, да не такие зелёные. В общем, которые подходили, по моему мнению. По моему мнению, к этой пряже я всё подобрала и была твёрдо уверена, что буду пришивать в окошечки изнаночные. Почему я их так выделила, не спрашивайте. Вот у меня захотелось в изнаночные окошечки. То ли что-то, кто-то написал, Таня, если на планку. Или племянница сказала. Девочки, я уже не помню. Я некоторые идеи очень хорошо помню вашу и благодарю. Но кто-то вот, а если на планку, а может сама додумалась. Врать не буду. Моя идея не моя. Думаю точно. Потому что здесь, а почему наизнанку, а не на лицо. Но на путанку, почему не на путанку, потому что она красивая сама по себе. На это я не говорю, что изнаночная лицевая некрасивая. Нет. Но просто они как бы как полотно художника принимают. А сюда тут что шить? Он думает, дай-ка я как бусы у драконихи. Где дракон, там у дракониха. И я, вы знаете, вяжу-вяжу, расстелю спинку. Может быть, с рукава не готов. На изнаночную выложу. Да, пугаются будут на изнанке. Потом опять вяжу-вяжу в следующий день, расстелю. Да нет, наверное, на лицевой. Потом, значит, когда уже вот планочки. Нет, на планочке. Но надо было на чем-то остановиться. Хочется вещь закончить. А так, конечно, связать таких вот, ну, я не знаю, 3, 5, 6 кардиганов. В одном нашить пуговицы. Вообще, оставить в покое без пуговиц. У другого нашить на лицевых вот этих вот окошечках. И на спине в том числе. Где-то на изнаночных окошечках. То есть, во что гораздо, это будут совершенно разные модели. И нельзя сказать, какие лучше, каких уже они будут разными. Я остановилась на все-таки планке. И с огромным удовольствием пришивала. Кто-то мне написал, что... Я уже сказала, что... Кто-то написал, Таня, это такая чешуя. У меня это понравилось. Есть пряжа с пайетками, есть пряжа с пуговками. Это классно. Это здорово. Нужно было, наверное, не делать прорамки и сделать кнопочки. Но кнопочки я не очень люблю. Поэтому задачей, конечно, оставалось пуговицы пришить. Вот я вам сейчас так показываю. Девочки, я отдам, когда вернется. Я вообще как-то в апреле планировала. Я за пуговицами еще зайду в апреле. У нас в окружении нет нормального пуговичного магазина. Так получилось. А когда я ездю на нокаточках в другой район города, просто... Причем в вашем номере меня спрашивают и магазин. Я уже теперь объясняю. Там, в том районе города, есть хороший магазин пуговичный. В любой момент можно пришить кнопочки. А, уже нельзя. Уже прорамки пока были маленькими. Прорамки я сделала из четырех три. У меня было четыре прорамочки. Я сделала три. Потому что не думала, что попаду в центре города в пуговичный и куплю какие-то. И у нас были... Ну, не совсем подходя... Они очень подходили под сам кардиган. Пока не увидишь этих пуговиц. В общем-то, я хочу, тем не менее, увидеть такие. Только купить побольше размером. В том магазине не было. Тем не менее, я подходящие взяла. Но у нас вообще расходились мнения во всем. Так, сейчас я их принесу. Телефон. Давай не дурить, а. В общем, ради вот этих... Ну, они... Камера скажет, я не знаю, у вас сейчас может быть цвет в цвет. Показать на каких-то гаджетах. Кто-то смотрит на компьютер, кто-то на планшете, кто-то на телефоне. Мы косо с вами сидим. Прошу прощения за такие издержки. Я бы это все убрала и вырезала в прямом этаже. Но не могу сейчас. Зато вживую. Так. Это вообще из другой оперы. Неважно. Здесь, поверьте, есть зелень. И вот из-за них, да, из мамочкиной шкатулки я с удовольствием пришила, если бы вот этих не было. Их было три. Я думаю, ну, племянница вообще была готова беспугусь. Мне только вот этих вот на шею. И все. Я все равно на распашку. Мы собирались их пришить. Они очень хорошо подходили. Но мнение дальше... Я представляю, там зрители. Лучше вот эти, лучше вот эти. Если уж мы среди себя-то не найдем, да. Что говорить. Дальше. Я не знаю, как сейчас покажет камера. Но вот эти пуговицы, которые я купила вместе с тем... Вы прямо во влоге мы покупали вместе с теми, что я пришила. Они изумительно. Они тоже на старинные похожи. Пуговицы, пальто от бабушки. Они очень подходят к тем, которые нашиты. И я хотела на них остановиться. Но ведь... Это для слабаков это решение. Прости-то, некрасиво. Пожалуйста, пришьешь. А мне вот эти. Она как влюбилась. Мне кажется, она не собирается мне его возвращать. Вот в эти. И все. Говорю, ну они в корне отличаются. Ну и что? Это, говорит, пряжа. Не привязывай мне застежку к пряже с пайетками. Она же очень комментарий тоже читает. Это просто пряжа с пайетками. Вот. А кто сказал, что под пайетки надо? Ну, еще мы спорили продолжать или не продолжать. Пуговички мелкие вот здесь разбрасывать. По мне не надо. По мнению некоторых надо. Вот. Я говорю, ну посмотрим, если пуговицы останутся, то я сделаю. Если нет, нет. Я наврала. Пуговицы остались, а я не сделала. Мне не нравится. Все. Раз уж это пайетки, пусть это как бусы. Стопэ. Вот здесь уже дальше не надо. Ну, у меня пуговицы немножко остались. Она говорит, ну и ладно, жаль. А то я хотела тебя еще просить, это тетя Таня, или пуговицы отдать. Вот. Почему? Я говорю, племянницами пришиваю. Девочки, я когда сама сделаю. Это же моя вещь. Потому что потом узел не там будет. У меня вот пуговица. Где здесь пуговица? С микроскопом еще не найдешь. Потому что все это петелькой. Может она, может, не знаю, мне объяснять это самое. Есть быстрее, есть дольше, чем сделать самой. Вот. И у меня потом претензии будут. Даже если она сделает лучше меня, у меня будут претензии. Характер такой. Она говорит, жаль. Хотя бы там две пуговички. И мне по длине по рукавам. И Настюхе вот это самое. Надо завернуть. Я говорю, ты хочешь заверни, хочешь нет. Я вон свой этот браун. Да сколько вещей? Завернула. Носишь, пожалуйста, отвернул рукав. Она на примерке заметила. А я... Может я примеряла-то. Мне кажется, я примеряла, пока была спина и две полочки. А я не заметила, что этот рукав, он не держится. Вот именно манжета отоворота. Она все равно возвращается на место. Я говорю, ну что же молчишь-то? Я потом померила. И действительно, отвернешь-отвернешь, она соскальзывает. И опять в полный разворот. Тоже, кстати, красиво. Мне вообще равно. Я буду ее вот сюда вот делать. Но тем не менее, наверное, кое-кому не все равно. Я сделаю, видишь, что нашла пуговицы. Но у меня оставались. И вот уже оставшиеся пуговички я разделила ровно на две кучки. У меня действительно, у меня не только пуговицы заходят. Я, в общем-то, сделала еще на манжетах. Сейчас мне бы вот такие все-таки пуговицы найти. Как я хочу, как я вижу. Там одна была идеально. Даже не круглая. Таким брусочком тоже зеленая. Но она одна. А мне теперь три. И куда я делала четвертую? Я тихонечко на место четвертой пуговички. Ну где она была? Может быть, где-то вот здесь была еще. Я пришила, пока она еще не большими пуговицами не расширена. То где-то вот ее никто уже не увидит и не узнает. В полном хаосе пришита. Если кто-то хочет какую-то закономерность увидеть. Нет. Здесь никакой закономерности. Мне просто очень хотелось, чтобы некоторые пуговички были пришиты так, что вот эта вот полоска, вот идет полоска, а пуговичка, она как бы немножко выходила. И вот эти идут-идут и выходят за предел. То есть так вот. Я это призналась, в общем, что соврала, что пуговицы еще есть. Разделила остатки пуговиц на две кучки и сделала рукава. Мне так нравится. Вот не собиралась. Я думала, что это будет перебор. А мне так нравится теперь с рукавами. Все. Я отдаю кардиган. Да, я хотела сказать. Вот эта нитка, она... Что же так цвет меняет? Она больше к моей футболке подходит, чем к этой зелени. Нет. На самом деле эта ниточка очень хорошо подходила к кардигану. А вот на этой маленькой катушечке для швейной машинки здесь была нитка вообще лучше подходила к кардигану. И вот знаете, прям последнюю пуговку, напоследнюю... Все, как бы стоп, сказала мне, Тань, хватит. Ну, с пуговицей немножко эта идея тянет. Я совершенно не считаю перебором. Это вот мой личный вердикт. Я совершенно не считаю перебором пуговички на горловине. Абсолютно. Но пуговицы для застежки я еще поищу. Сколько там у меня еще будет в голове, потом забуду. И все. Но надо слушать молодежь устами младенцев. Университетских глаголит истина. Очень уверсально смотрится все это, конечно, на мне по-другому, на мне иначе. Хотя что я жду видео? Может быть, фотографии можно на дзен просто выставить. Я бы сейчас с удовольствием сюда вставила эти фотографии. Но я куда-то все бегу в последнее время. Вот это выдастся денечки, я на себе покажу. Хорошо. Кардиган как кардиган. Вот просто дракоши. Вот. Так что вот так вот. Пуговички в голове держу. Но вещь готовая. Ох, сколько я о ней рассказывала. Если хотите написать, что перебор не лепится, тогда не сдерживайте себя. Пишите. Вы просто знаете, что я об этом знаю. Ну а те, кто пишет, Таня, классно. Понимаете, мы можем быть на одной волне с кем-то. Дракон ушел. А можем быть вечером тебя заберут. Ни на одной волне с кем-то. Ничего страшного. Я еще раз говорю, лепец полный, этот самый, холодильник, хотел сказать, шифонер. Нужно немножко и не лепец тоже. Вот пуговички, я их вижу. Я вижу другие пуговицы. Ну, я хоть и говорю, отдам, не пришитое, пусть сама, но я не могу так. И вот хочется, чтобы все. Конечно, у меня нет голубых джинс, рванин, да, с какой-то голубой манечкой здесь, там еще что-то. Можно образ, там, как-то, я не знаю, под юбку-карандаш с какой-нибудь сумочкой, пациент, можно. У меня, как всегда, какие-нибудь шапаристые штаны и все. Ну, вещичка такая, не оставляющая равнодушно, это факт. И говорю, когда у меня начинается, это племяшки и две подружки. Сколько подружек у меня, такие же, а не продаж, а за любые деньги, сколько угодно. И говорю, девочки, любую пряжу свою вяжем. Это будет очень хорошо смотреться абсолютно в любом цвете. Ну, игра рисунков, да. А рисунков мы можем сколько угодно. Какие угодно. Я, как и знаю, с головы без схем, потому что вязать по схемам, это очень муторно. Я довольна. Работой я довольна. О пуговицах еще немножко подумаю. О трех. А потом о них забуду, потому что впереди еще очень много интересного вяжется. И также готовым работам можно отнести очень-очень много носочных пар. Мы сегодня на них останавливаться не будем, потому что отдельный ролик про носки. Я сняла совсем недавно, были прям носочки Марта. На все носки Марта мы назвали Мамай, общую такую коллекцию. Это март, апрель и май. Огромное спасибо вам, добрый зритель, за креатив. Обожаю, когда он вот не сидит где-то под замком, а выходит. Обожаю креативные названия, креативные вещи и так далее. Мне даже не хватает смелости еще больше закреативить, но я к этому иду. Поэтому не лепят, там чего еще переборов, это все недоборов чем-то. Я их хочу, потому что всего другого у меня много. Итак, значит, про носочки отдельный ролик. Действительно, я не считаю пару, но их много, тем более я детские носки вязала. Я была очень довольна вот этой областью. Планов на носки много, это моя отдушина. Но я вообще в Дзене написала статью «Носки», что для меня носочки. И добро пожаловать на Дзене. Но, естественно, я не остановилась. И в последние дни марта я опять начала носки. Вот сейчас о процессах мы поговорим. У меня их очень много. Про готовые работы все. Одна готовая работа бежала. Я не могу продолжать дальше видео, пока не подниму. Девочки, сейчас. Простите меня за эти пальчики тыки. Вы можете кофе пойти налить? Ой, люблю порядочек. Люблю порядочек. Как прям дышится хорошо и продолжается. Значит, сейчас всем, кому Дзене носки, всем, кому уже очень невозможно вязать на носки, лучше, конечно, покидать аудиторию. Так, а тем, кто носки, так носки. Кто что хочет, тот и вяжет. Девочки, кто остался? Про процессы мы начинаем. Вот посмотрите, какая прелесть. И свой сказ о процессах, наверное, мне нужно начать с извинения. С того, что принесу слова извинения пряжи. Одной пряжи, которую я вам недавно показывала. У меня есть махер от магазина, от Реко. Я выбрала, купила королевский. А подруженьке тогда понравился вот махер. Он называется Градиент. И я такая, да ладно, тут смотри, вот у меня у королевского такой состав. Я уже его не помню, но я помню, что там натурального много, 70, по-моему, процентов. А здесь 7 махер, 9 нейлон, 29 полиэстер, 55 акрил. Ну, она что-то так, главное, набрала. Вот, а из Азека забирала я. Я вам тогда в ролике показывала вот этот цвет. А много моточков, это очень красиво. И еще был синенький. Но это, по-моему, синенький. А там, вы знаете, как все это называется? Закат на речке, рассвет на море, танцы в Мюнхене, Венеция. Я не помню. Красивое название. И подруженька моя так же носки называет. Таня говорит, просто носки. Вот ты приходишь дарить, да, коллегам? Я подарю тебе носочки. И другое дело, я подарю тебе вечером в Венеции. Понимаете, позвучит как? Вот. Ну, и когда я пришла забирать пряжу, я осмелилась спросить. Я знаю, что она сказала, могла бы даже не спрашивать. Попросила моток связать образец. Но мне контент нужен. Мне нужен контент. Вот. Она там, Таня, как-то вообще могла спрашивать. Ты кучу образцов моей внучке отдала. Ну, вы знаете, я всю образцовую плед хочу связать. А как она с внученькой придет, вот, вы понимаете, вот этот образец, это постелька для пупсика, это одеялко для пупсика, это вообще ковер в коробке, домик для пупсика. И вот. Ну, а вдруг там прям все по метру рассчитано. Как я могу? И она говорит, конечно, конечно, какой тебе цвет? Не знаю, я почему-то выбрала синий, а потом говорю, а ты, какие шали вязать или еще что-то? Она говорит, синий звездный ночь, по-моему, называется. Какие шали? Одна, говорит, не будем показывать пальцем, научила меня носки, махеровно-сочной пряжи. Я так, на носки. А правда. Вот, вы знаете, какие только махеры. Я уже и махер на нейлоне, махер на шелке, однотонный. По-моему, даже с пайетками махер остатки, где-то там полосателом. И дорогущий, если оставался от паутинок. И не очень дорогой, этот вот колючий от Ализе. Мне кажется, я вообще носки вязала. Почему? У меня не это, не ассоциировалось. Я не знаю. Я говорю, какой образец? Я же тоже носки. Ну, взяла носочную пряжу. У меня темные мотки остались. Вот, если взять остатки, еще много. Но мне уж хотелось взять моточек. Я вот свою любимую Ализе взяла, супервошку. Вот я вам пересказываю вчерашний ролик. Ну, что ж. Вот. И моточек. Вот, когда ученики свои, учителя превосходят, а это всех вязать-то я где-то спицы красивенько подложу, где-то узорчик научу вязать. Одна у нас никак не завяжет. И она говорит, Таня, у тебя получится разнос. Я говорю, ну что? Из одного мотка, говорит, разные носки. И как ты их не вяжи, если только все секции пополам. Ну, это зачем там узлы? Много-то, если взять два, то это самое, как сказать, из одной пары два носка, с другой парой два носка. И потом объединять их в пар. Я говорю, как это умно. И правдой. Но я люблю чемочищие носки, когда у нас пара, но не похожи друг на друга. Но здесь я действительно захотела связать, как она порекомендовала. Потому что у тебя на два мотка разорядят вообще. Мы махнулись. Она говорит, хоть на десять. И вы знаете, что я связала? Значит, вот такой интересный носочек. Это носки из серии... Нет, пока маркер убирать не буду. Не обращайте внимания на зелененький маркер. Мне пока еще нужно. Я вроде держу в памяти сколько что. Это носочки-гармошки, носочки-сапожки. Они, скажем так, не удлиненные. Я же еще не знаю, сколько грамм уйдет, что, как. Я просто знаю, что это самое. Можно разделить на 25 и 25 грамм. 50-граммовый. Но у меня получилось 20. А 30 уйдет на следующий носок или нет, не знаю. Но я уже павель побольше связала. И петель побольше. Здесь 20 и 20, 40. А там 21 и 21, 42 петли. И уже вот этих отсеков я связала больше. Не помню на сколько. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На два. В общем, я стала вязать носочки. И мне так нравится, что вот этот сиреневый цвет перешел в розовый. Потом в персиковый. Переход выпал на пяточку. Пяточка здесь обычной бабушкиной связанной платочной гладью. И вот это как раз переход. Мне переходные цвета не очень нравятся. Но они свое дело делают. Вот этот именно цвет. Какая я капризная крова. И потом, когда пяточка закончилась, здесь прям чудо. Вот такой верх пошел персиковый. И мне бы связать, так сказать, подлиньше. И тогда я бы дождалась, когда вот этот розовый перейдет в сиреневый. Но так как я хочу, хоть мы махнулись с матками, но тем не менее, эти носочки под конкретную ножку. Это я себе оставлю. Тоже подарю конкретной девчушке. А это я девочка с маленькой ножкой. Как раз вот в это самое. Дочке хозяйки мотков. И если я бы ждала, не рвала бы пряжу, то у меня на розовом бы и закончился. А мне хотелось вот этот цвет. Для чего, я не знаю. Я не знаю. И я вот тут чуть-чуть позволила себе отмотать. Позволила. Розовенького, чтобы добраться до сиреневенького. Все вот эти отмотыши у меня никуда не денутся. Это когда я буду вообще какие-нибудь носки вязать, мы уже забудем об этой пряже, а я куда-нибудь их верчу. И это очень здорово. И если поначалу я себе говорю, Таня, дождалась бы лучше, а ко мне уже заказ от Эльвирушки идет. Если бы там на Валберсе я не заказываю. Какой-нибудь розовый моток, чтобы вот этой вот не было беленькой. Это рябушка мне все нравится. Я поняла, что по ощущениям это мое. С первых петель. Вот. А потом говорю, здравствуйте. Ну вот розовую я возьму. А там, где персиковый цвет пошел, это розовое что даст. Поэтому вот такой цвет, он может быть самый удачный этот самый. Под эту пряжу, под эту основу. Потому что здесь уже розовый, хотя серый. Ну, понимаете, все цвета удачные. Это что мы хотим. А вот такая нежность получается. Я связала носочек. И я буду из второго носка, тоже из серединки. Ой, из второго носка. Из второго мотка из серединки вязать такой же носок. Хорошо, что мы позаботились об этом заранее. Потому что мотки здесь может быть центры желтенькие, но персиковые. И какое угодно. Но у нас вот они примерно визуально были одинаковые. И уж может быть не точь-точь по рядочкам. Но что-то такое должно быть. И второй носок этой паре я буду вязать из второго носка. Когда я стала вязать носок второй. Из мотка, который заканчивается. У меня было два пути. Или четко взвесить и продолжать вязать из центра. Но запомнить вес, чтобы здесь тоже такой же вес был. Или поступить проще. Ой, какая прелесть. Еще раз прощения попрошу. Не понравился мне этот пряст сразу. Не понравился. Вот. Или, значит, вязать с внешней стороны. Что я стала и делать. Вот с сиренью. С внешней стороны. И носочек у меня стал получаться. Вообще великолепие, великолепное. Посмотрите. Тоже они даже начало какой-то чуть-чуть даже похоже. Ну, сюда еще выпадает и голубой цвет. Пяточка вот такая желтенькая. Вот не дать, не взять единорожки. Какие-то костюмы, единорожки все были. Прелесть. Прелесть. Почему сразу комет? Чашка какао. И вы знаете, я не знаю. Вы знаете, я не знаю. Раньше я бы довязала, чтобы сегодня показать. Я бы все довязала. Но сейчас не хочет организм вязать? Хочет гулять? Пойдем. Хочет спать? Спим. Раньше уж. Ну, что тут довязать? Носок какой-то часик, получатик. Все равно. Пусть весь мир подождет. Вяжу я очень много. И поэтому сейчас у меня это стопонушки. Что я хочу сказать. И если у меня... Нет, здесь еще все-таки вязать и вязать. Ближе к мысочку. Дело не дойдет до сиреневатости. Да? Сначала еще... Вот, смотрите. Сначала должна быть розовая. Потом сиреневая. Здесь сразу голубая. Нужно новом мотке посмотреть. Здесь голубая сразу уходит в сирень. То я отмотаю. Но мне кажется, мне здесь еще вязать много. А стеночки голубых уже истончаются. Да пусть бы... В общем, хотим и закончить голубым. Мы ничего не отматываем. Мы так и заканчиваем носок. Хочется закончить сиреневеньким. А мне хочется закончить сиреневеньким. Можно отмотать. Вот это даже интереснее, по-моему, да? Носок получается. Хотя мне так нравился. Вот это вот. Это у меня прям на 36 размер. На 35-36. Крохотный такой. И опять мне не хочется стирать. После стирки вот эта вот гармошистость, она пропадет. Но в процессе носки она опять тарьям-тарьям-тарьям-тарьям-тарьям. Вот из центра носочек. Ничего лишнего. Прям так здорово. И вот с краешку. Но именно эта хматочка. Других по-другому пошло. Девочки, мне так нравится. Мне так нравится. Кто леденцы увидел. Кто цветущую вишню. Вот ролик-то вышел предыдущий. Там, правда, был недовязан вот этот носок. А я же еще фотографию надземно выставляю. Вот это я уже фотографию выставила. Я почему-то выставила. Думала, что к сегодняшнему дню. Это вчера был днем. Я успею даже довязать. Но не успела. Отличные такие прям переходы. Я хоть и не люблю. Вот этот цвет мне не нравится. Вот этот розовый. Вот этот какой-то. Он вроде не чистый. А с другой стороны без него. Ой, как я люблю придраться к тому, что и придраться не надо. Ну, слушайте меня. Вот так все прям плавненько. Персик голубой. В общем, довязываю носок. И у меня носки из разных пар. И потом из другого мне нужно... Я говорю, получится ряд в ряд. Хорошо. Не получится ряд в ряд. И ладно. Но мне хочется здесь такой же носочек. И там такой же носочек. Можно было связать чумачечью. Но я специально вязала с разным паглинком. И на разное количество список. Чтобы еще пару связать. Ничего не обещаю. Но очень надеюсь, что в следующий раз я вам покажу. Вот так вот. А я думала на шале. Ну, шаль тоже прекрасная. Не знаю. В общем-то, носочная пряжа здесь основной. Ее задача носиться долго. Не протираться. А махерчик задача украсить и раскрасить. Вот так вот. Так. Ой, как что-то я сегодня болтаю. Вот как медленно-то говорить. Мне не надо как-то медленно. Мне надо мыслить. И все. Так. Принимал? Не принимал? Это был первый процесс. Давайте я вам покажу процесс, который я вообще показываю раз в месяц в итогах. Я его вяжу очень медленно. Надеюсь, весной я закончу спинку. И перейду. За лето, если свяжу полочки. Вот вам надо, Тань, так тянуть. Связали бы все сразу. Надо. Не надо. Просто утомляются глаза. Пряжа замечательная. Джелонг. Это прям сродни Кашемиру. Есть отдельный ролик. Я вяжу уже давно-давно. Ну и что? Ну и что? Спицы двойка. Местами где-то 2-25 было. Спицы эти уже, конечно же, не мои. Раньше я прям... Раньше мне кажется, тройка отказалась. Родители толстые. Найдешь, ну, пицц толстые. Что на них вязать? А вот эти вот иголочки-то со стерками, с ластиками по бокам. Или жвачку зажуешь. Такой шарик скатаешь. Не важно, лишь бы петли не прыгали. Это да. В общем, я вяжу, если вдруг новенькие пришли, сто лет уже в обед. Но, тем не менее, вяжу. Нет, год, наверное. Какая разница? Жилеточку. И она у меня уже вся готовая. Нигде кончики прятать не надо. Нигде не надо... Там о чем-то думать, возвращаться. Связалась горловинка. Кончики спятали, пошла дальше. Связалась проймушка. Да, отдельно вязались в это самое... Спинка и полочки. Пока вязалась пройма. Рукав очень... Она у меня широченная. Я так и хотела. Потому что джелонка вдруг сядет... Она очень широкая. Поэтому у меня рукава где-то вот здесь. Вот такая вот закрывалка. Так, а мне надо уже эти хорошо... Это... Люди сантиметрами все вымеряют. И три сантиметра осталось сколько-то. А я прикладыванием к себе. В общем-то, вязала, вязала, вязала. Потом так долго длилась полотно. Вот это все, представляете, на двоечке. А не пока петельки корявенькие. После стирки это вот кашемировый пушок. Это... Я образец показывала. Ролик у меня есть. Вот ты какой джелонг. Я не просто спрятала... Я все новеньким рассказываю. Старенький-то почему по пятому кругу. Я не просто спрятала кончики. Я еще обработала здесь рачьим шагом. В общем, все. Только постирая и носи. Тепленькая такая занавесочка будет. И вязала, вязала, вязала. И сейчас мой как вверху отдельно вязал 100, отдельно вязал 100. Отдельно вяжется у меня эта самая спинка. Ну что вы тут обязательно? Надо капризничать. Ой. Сейчас Эльвира будет ругать. Скажет, эти стоперы. Эльвира, порой вяжешь, вяжешь. Прям так. И все. У меня стоперы есть, мои хорошие. Вот видишь, полочки на стоперах. Скажет, эти стоперы. А это вот вязала. Мне же нужно догнать до 32 рядов. 30 дней вместе. Я 30 рядов вяжу. 31 день вместе. Я вяжу 32 ряда. Чтобы на изнаночном не оставаться, я выхожу на лицевой, изнаночный. Получается на рядок больше. Ну ничего. В общем-то, если так посмотреть, вот где стоял маркер, я его сейчас уберу. И вот сколько я связала. Мало, да. Но поэтому очень даже много. 32 ряда. Замечательно. Мне сейчас полегче, потому что только спинка. Можно включиться и вязать, конечно, это самое. Все, полностью. Только этот процесс. И довязать. Мне здесь надо уже, так перекладываю. Мне здесь надо уже тормозиться с бездумным вязанием. Надо примерить. Надо примерить, потому что вдруг оно... И, конечно же, потом столько, вот полочки пока в отпуске, столько же я потом буду вязать полочек, куда деваться. Это все будет вязаться. Вещь очень широкая. Очень. Если вдруг она сядет, если она сядет, хорошо. Если она сядет, она не подсядет столько, сколько вот подсесть так, чтобы у меня мало. Я прям чувствую себя очень замечательно в этой вещи. Все. Короче, полочки в отпуске. Спинка. Гоню. И, может быть, надо переходить на резинку. Я чувствую, вспомню, когда до пола догоню, тогда вспомню. Но нет. Уж не такой уж степень-то. Уж не такой. Прекрасный процесс. Мой любименький процесс жилет. Можно я пойду его сверну, беру и продолжу. Нельзя, говорит телефон. Так. Разрешить доложить. Петли, которые убежали, они у меня убежали. Я поймала. Стоперами все сделала. К себе приложила. Ой, там еще длины. Вязать и вязать. Но, во всяком случае, 30 рядов на спинке в следующем месяце будут еще на спинке до резинки. А потом, наверное, может быть, подумаю о резинке. Это не в пол. Это не в пол. Это так, ну, длинненькая. Такая навязочка длинненькая. Едем дальше. Хорошо, что отключился. У меня там гороховый суп убегал. Вот сейчас, если то, что я быстро говорю, от меня отписался человек, взмущенный. Сколько человек сейчас отпишутся от этого сумбура. Но, с другой стороны, у меня есть девчонки. Особенно одна женщина. Таня говорит, живу одна. Ваш ролик. Вот, жду. И смотрю, когда там за 30 минут-то, да. Ой, у меня, говорит, прям праздник души. Посижу, повяжу. Мне так нравится. Я с вами, говорит, ваша нравится. И вот эта все неподготовленность, незабученность тоже нравится. И вот вопрос, как угодить всем. Невозможно. Наверное, стараться немножко. Вот, поэтому вы мне даже можете не это. Не докладывать, отписываюсь. Нет, не обязательно. Молча так. Оп, отписаться, и все. То-то она уходит, то она пальчиком тыкать и так далее. А что делать? А что делать? Монтаж пока недоступен мне. И самое-то главное. Надо только один видеозвонок Толюшке. Он мне сразу так, мамочка, вот сюда, вот сюда. Боится. Боится мой компьютер Толю. Как только что-то я там тыр-тыр по его, естественно, инструкции. И у меня все сразу работает. А Толюшка заболел. Заболел, миленький, приболел. И я, естественно, я не буду его, это самое, без монтажа. Вот в таком сумбуре еще поживем. А потом все будет нормально. И потом дракон померю и покажу. И все будет. Так. Я про процессы дальше. Значит, жилет. Раз в месяц буду показывать. Все с ним ясно. Движемся. И риска. Я почему-то думала, что это будет не единственный летний процесс. Но зря я так думала. Пока меня захватили нелетние. Сейчас мы до них дойдем. Вот. И, в общем, за мою подготовку к лету отвечу. Нет, ну, шифонид же полно. И так летних вещей. Но я еще буду. Я еще буду что-то вязать летнее. И не важно, будет это летом. Или будет зимой. Не важно. Значит, одна деталь связана полностью, целиком. Ушло 4 моточка пряжи. Пряжи великолепные. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Отдельный ролик есть. Фокусируется, не фокусируется. Котон кашемиря. Котон кашемиря. В общем, хлопок с кашемиром отрован. Надо руки в кадре. Вот. Хотела я чуть длину побольше сделать. На случай, если все подсядет. Девочки написали, что не подсядет. Но я понимаю, что это одно. У одних одно, у других другое. Вот. Тем не менее. Знаете, если вот подсядет очень сильно. Я что-то недавно за пуговцами ходила. В магазин с крыжавами-то. Можно потом крыжавчики подшить какие-нибудь. Ой, а там и зеленый, и синий. Крыжава. Вот. И если вот такого цвета прям подобрать. Ну что, плетенка. А из плетенка крыжава. Одну деталь я связала. Я вам уже показывала скос плеч. Все. У меня только вот эти петли были не закрыты. Закрыла их обычным. Лицевым. Никак я горловину обрабатывать не буду. Две вместе. Правой спицей на левую. Как бабушка учила. У меня все. Как бабушка учила. Вижу просто. Потому что такие простые вещи я люблю. И никакой больше обработки горловины не будет. Она под тяжестью туды спадет. Вот. Тут я, значит, прикреплю к другой половинке. И еще, так как у меня планировалось вообще все 10 мотков, 5 и 5 и завязать у меня остается, я еще все-таки думаю о рукавах. О них я подумаю, когда свяжу вторую половинку. Сейчас пока я так думаю чистеретически. А практически отключила я гаджет. Вот теперь, когда телефон светится, я смотрю. Что-то экстренное. Аль подождет. Это Аль подождет. Так, значит, и вторую половинку начала. Пока я завязала только моточек. 7 вот таких ступенчиков. Ой, Таня, схему. Я не вожу по схеме. Я когда-то увидела. Ой, они Лен для Орловой. Канал Хобби для ленивых. Она же вязала несколько джемперов. Ну, как-то я посмотрела, посмотрела. И я схему. А по схему тех, кто вязал по схему, не знает. Она, наверное, взяла то ли плетенок, то ли лукошка. И потом, когда я заинтересовалась, я посмотрела, как это вяжется. И запомнила. Я по схему не вяжу. Если ввести плетенка или лукошка узор, будет очень много девочек. Очень много. Вот у Ланы стильное вязание точно это есть. Мне просто нравится, как человек объясняет. Вот. И это. Я стремлюсь к 80... Вот спица 80 сантиметров. Я вот стремлюсь к 80 сантиметров. Тогда, конечно, еще недавно к 70. Даже куда-то, сколько к метру буду стремиться. Вот, чтобы... Ой, опять спицы убежали. Сейчас Эльвира негодует... А, не-не-не, Эльвира, не убежали. Это клубочек закончился. Я думала, тут у меня что-то... Эльвира негодует. Скажет, я ей, а она... Эльвира, я что-то сегодня такая вот. А так я вообще пользуюсь у меня везде. Шарики на кончиках. Вот. Моточек хватает на 7 вот таких этажей. Молочный риск у меня. У людей лукошка. Как ни назовем. Все хорошо. А, лукошка для обложки. Лукошка для обложки. Дын-дын-дын-дын. В общем, второй деталь у моей риски. Джемпирог. Скорее всего, все-таки, рукавочки я свяжу. Я до сих пор думаю, не знаю... Сколько у меня там? 22-23 я люблю такой. 20 мне маловато. И вывязать моточек. По моточку расстаются. 4 плюс 4, 8. Моточек остаются. Вот. Или вывязать даже с некими убавками. И по-моему, какая футболка получится. Или взять и совершенно маленький рукав вывязать, но пробуем взять большущую. Это надо подумать. Принимал. Это процесс еще один. Все-таки вот этого не было. Это я связала. Связала. Помимо. Смотри, что-то. Опять хоть выключай. Помимо своих единорожек. Так, Тань, про них-то уже рассказала. Да я знаю. А теперь на арену выходит моя красота. Это вообще... Это то, что я хочу вязать, не останавливаясь. Девочки. Как он многим нравится. Мне написали, что, Тань, вам темное хуже идет, вам светло и лучше. Девочки, я не спорю. У меня все идет. Смотрите, значит, это космос. Пряжа клан. О, на одну букву начинается. К клан. Какая космос. Уимблдон Махер. Он так-то вимблдон читается. И... Ой. Мне же говорится. Говорите, где вы берете пряжу. Значит... Покупала в магазине от Реко. Желонг. Итальянская пряжа в Перми. Вот все бабинки. Тоже итальянская пряжа в Перми. Это дарила Леночка Орлова. Про пьяную вишню. Но забыть. Это в магазине Дель. Да, мне кажется, все... Один и те же магазины у тебя повторяется. У меня все... Какой номер, где брали. Какой номер, где брали в комментариях. И так, космос. И с кланом. Долго думала, соединять, не соединять. У меня все, Тань, а косит, не косит. Когда я вязала образец поворотными рядами, очень сильно косила при одной вот этой бобинной пряже. Она была так же прекрасна, как и с махером. Я долго думала с махером, без махером. Потому что это шутка получается. Но без махера красиво вязать дольше. А я сейчас вязать дольше уже... В общем, я выбираю толстые спицы. Хотя вот свяжу в желонах. Может, что-то еще из мелких начну. И косила поворотными рядами. У меня из одного клан. Я добавила махер. Половина образца. Где у меня образец? У меня же обычного всегда. Нет? Нет? Ну что ж, это недоработки. Значит, где-то махер. Махер, ой, махер, образец лежит. И он вроде как поменьше стал косить. Прямо это без махера начиналось. Потом как-то выправлялся. Но косина все равно есть. Меня это не спугало. Потому что меня научили. Надо какой-то рисунок на все. Мне пока помогает. Кто-то говорит, что это ерунда. Я вяжу-повяжу так. К верху. Вот этим местом бобину поднимаю. Потом опять вот так. Несколько рядов. И где-то было. А, в рванинке. Моей первой рванинке. Лен там косил. Мне это помогло. Кто-то говорит, что это ерунда. Девочки, ну там надо вообще разбираться. Вкрутки, там куда смотреть. Все такое прочее. Но я немножко забыла, что пряжа образец косил, когда начала этот процесс. Забыла. Пока меня вопрос вообще не задали. Я говорю, ой, а точно он же косил. В круговое вязание жалился этот самый надо мной. Кто? И махер, и клан. И совершенно не косит. В круговом вязании. Я вообще забыла. Если бы он косил, я бы бобинку крутила. Но так как он не косит, что ее крутить? Где у нас этот самый? Перед. Где зад? Спинка. Спинка, девочки. Спинка. Сейчас уже пишут комментарии мне нехорошие. Надо же сначала разобраться во всех проводочках. А проводочка-то здесь знаете сколько? Смотрите. Вот проводочка. Ильвия, смотри. Я сейчас прям докажу, что я умница, красавица. Смотри. Спасибо тебе огромное. Это Юрочка в подарок положила. Я как-то выписала. Она еще положила другого размера. Вот. Значит, сос... А вот он перед-то. Я по горловинке понимаю. Девочки, это свитер. К лету что же вязать? Конечно, свитер. Который называется космос. Почему-то он сейчас беленький рябит у меня только. Он не беленький. Здесь и красненькие крапушки, и зелененькие. Синеньких маловато, но они тоже есть. И... Это готовься они летом. Я просто оторваться от процесса не могу. Я релаксирую вообще прям вяжу. И тем более это не детально. Реглан. Я вот прикладываю, и мне прям... Мне жарко. Когда наступит осень, надо мне не забыть купить этот. Я поправляюсь. Не жилетка, а... А, не взрукавка, а жилет. Вот этот дутый белый жилет. И вот, наверное, на Валберс пойду. Я туда вообще не захожу. Вообще не захожу. Потому что это надо, это надо. И начинается какая-то ерунда. Там... Зайду. Выберу. Сейчас выбирать. Ну, скоро лето, да? Я и без жилета буду ходить. А вот такой космос в белом жилет. А я иду такая вся в клане. Вилбендоне. На-ра-на-ра-на. В общем, продвижения здесь должны быть большие. Я не помню, как я вам показывала продвижения. По-моему, там был сантиметра два или три. Вы посмотрите. Посмотрите. В глаза мне усы таракани стремятся. Вы же посмотрите. Я его вяжу по образу и подобию. Есть у меня свитер дорожный. Может, петелька туда, петелька сюда. Плюс-минус. Вот когда я там вот... Там я, допустим, пять раз по две. Тут я шесть раз по две взяла. Вообще, что-то реглан я как-то вяжу уже с закрытыми глазами. Просто раньше я вообще гнала. Сейчас я останавливаюсь в области груди. Делаю несколько поворотных рядов. Провязанных поворотных рядов. Не классическую вышивку. Ой, вышивку. Выточку. Моё понимание. И вот тут вот-то 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 вот сутустью у меня откуда-то спинка подпрыгивает. Я тоже там маленько задорживаюсь чуйкой. А сколько до регланной линии доходить? А где разворачивать, девочки? Я даже учить не буду, потому что это всё вот какой-то чуйкой. Вот она регланная линия. Вот я разворачиваю. Сколько? Где-то попробую. Восемь петель. Где-то шесть не дайте. Это меня не спрашивают. Девочки, это очень хорошая школа вязания. Там расчёт. Там всё правильно. Если меня посмотрят, они за температурой. Вот. Ну, а куда нам деваться? Куда нам деваться? Вязать всё равно хочется. Вязать хочется. Вязаные вещи носить хочется. Вот. В общем, продвижение обалденное. Я не помню, сколько было, но где-то вот было вот тут. Потому что я сажусь и вяжу. И пока вот, ну, да я даже вечером повязала. Ну, уже когда-то темноватенько. Я его обожаю. Я его обожаю. Я так рада, что Наташа стала выпускать ролики. Ой, как, магазин Наталья Яра называется. А ролик на YouTube Италия Перм, что ли. А я где бобинки вижу, я всегда иду. Только посмотреть. Вот. И это самое. Вот там она показала бобинки. Там чёрненькая в цветном варианте. Чёрненькая была в чёрно-белом варианте. И я прям всё. Я потеряла покой. Это одна Таня нормальная, такая здравая. Зачем тебе свитер к лету? Зачем тебе вообще пряжа другая? Возьми. Возьми это твоё. Есть такие вещи, да. Вот я могу там. Я спокойно, легко дарю. Вот. Но какие-то вещи я сразу говорю. Систер и племяшки стопы. Это не отдам. Вот. И... В общем, это... Это вещь оттуда же. Прекрасный процесс. Идёт как по маслу. Если бы только его вязать, он уже давно был бы связан. Таня, сколько пряж надо? А вы спросите. Я когда покупаю бобинки, мне нужно 2000 метров. Я никогда не отматываю. Там, если входит в 2000 метров с рукавами, я имею в виду. Мне же ещё надо как блогеру с образцами поэта. Кто-то вяжет образцы, кто-то не вяжет образцы. А мне же нужно показать. Ну и контент. И раскупила пряжу. Хочется. Я даже никогда не спрашиваю, стоковая это пряжа или не стоковая. Ну вот, понравился, ладно. Мне ролик для души. Образец. Образец не где-то там в куларах связан. Да? Образец показанный. Иногда это совершенно, ну как сказать, образец в никуда. Больше такой пряжи не было, никогда не будет. Иногда эта пряжа, может быть, она не стоковая. Может быть, она как там, по-другому это называется. Ещё будет. Не знаю. И я просто вот нравится пряжа. Беру. Иногда промахиваюсь. Иногда просто не знаю, что делать. Иногда как-то вот сейчас мы про Василёк поговорим. А иногда влюбляюсь. Какой он жаркий. Может быть, правильно было без махера. Но это, знаете, жаркий вот весна. А зимой я скажу, Таня, какая-то молодец. Я уже прям вот хочу на Мокшеньку в нём ехать. Я уже хочу. Потому что этот раз ездила на Мокшеньку. Не знала, что зимой там так холодно. Ну вот это. Ну в этом пижаме-то спать мне жалко. Ну в общем, дорожный у меня будет пижама. Он у меня уже всё прошёл, что только можно. А это будет парадный выходной. К Мокшеньке. Ага, Таня пройдёшь зимой. Ну куда-нибудь в Бабиге пойдём сами. В санаторий я отдыхаюсь. Что сказать, что она за бред несёт? Это надо вот отдых посмотреть. Там я прям на обложке с подруженькой своей. Бабигушкой. Так. Про процесс всё. Про неудачи. Ну как неудачи? Про что? В чём было рукодельное время? Я ещё начинала пьяную вишню. Обалденный процесс. Я его ещё раз начну. Ну что вот с нас взять? С меня неправильно вяжущей. И с вишней пьяной. Это пряжа фреска. Я её никогда не запомню. И махер. Тевчонки, наверное, тоже в имбелдон. Лучше надо зайти в махеры. Это не махеры, а на шоке. Это обалденные пушистики. Они колковаты. Тёпленькие. У меня что-то периодом... Сейчас период махера, да? У Эльвирочки ждала махер. Когда придёт, он там под заказу брал. А Эльвира взяла бобинку. Там отмотают и прочее. И там остатыш остался. Хороший такой остатыш. Я его взяла. Посылка в пути. Я его ждала. Вот. Пусть будет на шёлке. На шёлке. Поэтому надо запасы делать. Махера разные нужны. И толстые, и тонкие. Я вообще махер-классик люблю. Это самое Ализавет. Он толстый. Как свяжешь себе носки. Принято такие вот шарики. Так. Ну, в общем. Напились мы пьяными. С вишенкой. И маленечко в петлях. Это самое. Заплутать. Не дошли мы до финиша. Ну что же. Мы протрезвеем. Таня говорит. Оборвите вы этот махер. И это самое. Узелок-то с изнаночной стороны будет. Я бы оборвала. Если бы я не планировала это вязать. Прямо перевязывать в ближайшее время. И это пьяная вишня. Которая протрезвеет. Может вишню в охмелю. Она будет с пайетками. Вот. Это я просто для новеньких. Распустила все. Если мне не нравился просто переход от резинки к полотну. Это одно. Я как-то это перетерпела. А когда я поняла, что у меня чуть ли не метр шириной получился. Да, я умею так. Кто так не умеет. Если вы поднимете руки, я вам не поверю. Вот. Я распустила. Кто-то говорит. Татьяна, может быть как раз между резинкой и полотном пайетки пропустить. А я планировала пайетки в этом кардигане исключительно. Вот в этом. Опять траторе начала. Я планировала пайетки в этом кардигане исключительно в этой области. Сразу же отписались. Какая разница там. Траторе, не траторе. И вот знаете, идея хорошая, я про нее думала, но это будут пайетки горизонтальные полосы, если при резинке. Они спорить не будут. Вот эта вот вертикаль и горизонтальная. Но с другой стороны, на фоне пряжи пайетки будут стиркать. Может быть вы и правы. Только когда я там как-то в одну ниточку если связать, не сразу это их и заметишь. Только когда так маленечко перевернешься, повернешься, перевернешься, переворачиваешься, а не то, что наверняка не будешь, повернешься, какой-то такой блик будет. Это я согласна. И там может сразу ты не поймешь. Вся горизонтальная полоска или где-то там села куда-то и пайетку подцепила, и она одна единственная блеснула, кто ее знает. Вот. Может быть, может быть. Но в общем, мне надо подумать, и я к этой пьяной вишне еще вернусь. Пусть маленечко потрезвеет. Хотя шаром пропадет. Спелая вишня давайте. Спелая вишня. Спелая вишня, да? Какая у нас вишня-то будет, раз пьяная не пошла. Спела. Так, девочки. И вот на ее место пришел процесс. Это тот случай, когда Ричо или Рико... В общем, у меня есть джемпер ночной василек. Прямо если кельмяшкина, джемпер ночной василек. Там высветится, высветится. Выйдет. Вот это прелесть. Я обожаю этот джемпер. Он идет так, как... Ну, мало какие идут джемпера. Эта пряжа тоже была новенькая для меня с эластаном. Я еще раз ни на кого в обиде. Я благодарю всех, кто написал, Таня, вяжите больше. Это очень сильно сядет. Девочки, у вас опыт. Не обязательно с этой пряжей, с эластаном. Эластан может быть в разных процентных соотношениях. Ни на кого. Вообще не... Свой опыт есть свой опыт. Я выслушаю кого угодно и пройду. Да, я перелишила здесь со страхом, наверное, что буду вязать-вязать и схлопнется. Потому что, когда я смотрю, как мне идет, я понимаю, что маленькую вещь кому угодно могу... Маленькую для меня вещь отдать. Но, тем не менее, я хотела самой себя ставить. Я обожаю. Я опять сегодня брошки не называю. Лишний раз брошки не треплю. Как это с брошечками? Хоть красная брошка. Хоть там... Вообще, это прелесть. Любой жук. Я вязала многое. И я прям прекрасно осознавала, когда кокетку вязала. Здесь кокетки-то не видно. Круглая кокетка, которая вот в этих вот мах-махрюшечках. Я не знаю, есть это сейчас нитка или нет. Ричью. Там такие расцветки были. Все мне зеленый хотел, все синий хотел. Остановился в ночном усильке. И... Ну вот... Это не повод бояться бобильной пряжи. Ни одного узелка. Носи хоть на лицо. Хоть на изнанку. Просто изнанку я не очень люблю. Изнаночную гладь, я имею в виду. И я перелешила в кокетке одним этажом. Надо было остановиться. И говорю, эх, еще там что не та, что прибавки. Что не та, что прибавки. Через какой там каждый рассчитает свое. И я понимаю, что один этаж прибавок был лишний. И я еще подрезать сделала. Думаю, ну уж если вот схлопнется, пусть бы его схлопывался. И кто-то мне говорит, да, не зря у вас так хорошо сидит. Я в ролике показывала, девочки. Но я вот, понимаете, если я обычно, я люблю это самое, например, со штанишками опустить просто на всю длину вещь. А с юбочкой там, где проблемные зоны нет, да, где-то подвернуть. Это я люблю. Но если я подверну, я не чувствую, что я подворачиваю. Вот как вот легкость вот в том же космосе, да. Легкость чувствуется здесь. Я подверну, я не знаю, какими булавками мне надо завернуть, чтобы это полотно, оно тяжелое. Оно тяжелое. И эту тяжесть я ощущала. Я получала кучу комплиментов. Но я понимала, даже вот за столом ли сижу как-то, вот порой там обнимаюсь. Я понимаю, что у меня лишнее полотно. И эти ощущения, они мне просто, ну, надоели. А мне надоели просто посидеть, покрасоваться, да, в этом джемпере. И я так еще думала-думала, то ли убрать подрезы просто, то ли лишний этаж. Я вот сидела, девочки, это тоже вот в чем уходит время. Я, видите, у меня уже рукава на спицах, рукава вторые на спицах. Эльвирчик, я тебе еще раз говорю сегодня спасибо. У меня все. Я пересчитывала, переделывала. В общем-то, как мне кажется, ну, это надо сначала поехать, поехать, начать вязать, да. Он сказал, поехали. И макнул рукой. И потом померить. В общем-то, если бы сейчас вернуть, да, я знаю, что пряжа чуть-чуть подсаживается при моей плотности. Я не знаю, как она поведет в плотности у кого-то другого. Пряжа чуть-чуть подсаживается в длину. Хотя мне писали, говорю, там вытаскивали и... В общем, вязала старшую дочерь, младшая даже носить не может, как подскочила. Я все, я парила, я стирала, я в горячей воде стирала пряжа, чем принять это решение. Ну, у всех все по-разному, я это понимаю. Я бы сейчас, наверное, вот именно из этого связала кардиганы. Я не буду, потому что здесь такая работа, вот эта вот проделана. Очень удачные сидят кокеточки. Я все это оставлю. Вот для кардиганов это пряжа. У меня вот такой рукав был, я, наверное, движу. Кто-то пончо, Таня, давайте вот так вот оставим и свяжем пончо. Девочки, это шикарная идея. Вот для этой пряжи эта идея шикарная. Но не ношу я пончо, девочки. Вот не ношу я пончо, но пока я не знаю, как будет. Поэтому я намерена перевязать джемпер. Сейчас тоже вот сядь и только вяжи, перебирай. Четыре с половиной спицы, а можно пять. Я вообще вот говорю, узнала, что вещи с алластаном можно попробовать бреденкой связать. Хотя этого в уме у меня не было. Потому что чем тоньше спицы, тем усадки меньше. Чем толще спицы, тем усадки больше. В общем, я все равно и буду пробовать. Мне очень-очень нравится. Что-то буду вязать без страха уже из знакомой пряжи. А что-то буду пробовать новой. Потому что, конечно, бобильные пряжи приносят как какие-то волнения, так и просто кайф вязания. И вот от космоса я... Даня колется, Махера. Да, это покалывает. А не будет ли жарко? А я ведь не знаю. Я ведь не знаю, да? Кто-то из нас живет в одном городе, кто-то в другом. И то, что считается летом в одном городе, это нормальная зима в другом. Поэтому, что сказала, сама не поняла. Но я имею в виду одно и то же время, годы зима. Взять там Сочи, взять Украине, Север, это разные вещи. Поэтому мне все нравится. Не по сезону к лету, но это моя вещь. Это моя вещь. Не пугай меня тонкие спицы. Может быть, я и без Махера бы связала. Махерит так тепло, так здорово. А вот эти вот пушинки на темном не покажу. Это я уже просто начинаю... Кому-то нравятся гладкие пряжи, а мне вот эти вот... Может быть, показать надо на светлых обоях. Я не знаю, вот этот пушок, он просто завораживает, когда на него смотришь. Он просто завораживает. Это такая прелесть. Обычно беленькая, но темная дверь. И я понимаю, что очень теплая вещь получается. Но очень теплые вещи тоже нужны. Я даже планирую его летом носить. Вот маленькую. Или там весной. Бывают такие какие-то прохладные денечки, да? Просто погулять. То есть, если сильного ветра не будет, продуваются вещи, вязаные так. В общем, космос это прямо сейчас... Сейчас другие услышат, обидятся. Любимчик, хотела сказать, космос, но не скажу. Так, всё, всё. Я про все свои процессы рассказала. И вот мне нравится состояние, когда мысль о каком-то процессе, она не тяготит, а радует. А тяготить это даже может, а не большую ли я вижу, а не маленькую ли я вижу. И вот этого отягощения сейчас нет. Всё вот такое, что ни возьмите, там риску, да, ещё одну детальку и соединяй. Да, и может быть уже готовая вещь, а может рукава привязывать. Хотя я знаю, что она ещё и за собой долг, потому что мне хочется космоса. Вот одна мысль о нём. Ой, гони, 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 быстрее свежее, потому что одни рукава останутся, не хочется тормозить вещь. И из рукавов надо связать. А как не показать? Вообще расцветка мне не свойственна. Такая прелесть. Надо уже довязать, пока я хотя бы помню, где я отмотала. Хотя бы смотреть на этот. Я не хочу рядок в рядок. И если там сиреневатость на том носке начнётся рядом раньше или рядом позже, я не буду температурить. Это нормально. Вот какие-то прям леденцы, какое-то детство, какая-то единорожка. Вот это мне хочется довязать. У меня хочется разные носочки иметь. Однотонные, пёстрые. И вот я понимаю, девочек, которые говорят, Таня, вот эта пестрота, пряжа одна и та же носочная, она пёстрая, да? Уже, может, утомила на канале у кого-то. И что-то такое новенькое. Это новенькое, однотонное. Могут быть разные, это что-то новенькое. Конечно, возьми фон другой. Но тоже светлый. Например, жемчужный ещё можно. Да, вот жемчуг, бежевый такой, то ли жемчуг, то ли бежевый жемчуг у этой самой, у супервошки есть. Тоже интересно. Как я изначально хотела, не будешь вязать здесь, хотя если остатки есть, здесь розовая супервошка, здесь жёлтенькая там артисан, в артисанах все цвета можно найти. Здесь голубенькая. Это не хочу я рвать, чтобы вот оно шло, 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 без всяких узлов. Оказалось, что то, что мне вначале, ой, зачем так пёстро, потом вот здесь вот, ну что можно придумать лучше беленькой. Вообще, это как будто шнурик какой-то. Бывает такая пряжа богатая, шнурочек там, допустим, хлопкой, набить там бэби-альпакой, да. И вот именно здесь вот, словно вот именно, здесь-то рябушка, да. А вот здесь вот какой-то эффект прям прелести. В общем, мне хочется носки довязать, это здорово, когда хочется. Сегодня после домашних дел я обязательно повяжу. А что свяжу, в следующем ролике покажу. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. Извини за сумбурь сегодня, как-то мысли вот так вот. Ну вот, ну бывает, бывает и так. Зато всё показала, всё рассказала, правильно? И тут ждёт длинных роликов сегодня. Оу! Тоже дождался. Я желаю всем душевной гармонии. Крепкого здоровья, душевной гармонии. И наши традиционные. До новых встреч, Ани, обязательно будут.